Субтитры делал DimaTorzok Романович сам же бросил, не лучшим образом Благунов там шайбу выставлял из своей зоны и сам полез на пятак Романович и был вознагражден заброшенной шайбой. Включился в этот эпизод, шайбу отобрали хоккеисты Немана в зоне соперника, она на пятак и поддубные записывают себе по результативной передаче в статистику. Тут же Химик реагирует на промышленную команду, это как раз таки Ильяс Синдиков вперед передачу отдает и хороший хит во-первых. За своими владениями шайбой забрал у соперника, в итоге подключает подлупного и момент возле своих ворот. Если же старт полностью за Неманом был, то вот сейчас уже и возле ворот Корнаухова моменты возникают, это очень опасно. Ремезов, очередная попытка Немана. Ремезов здорово, соперника поиграл и хороший момент. Хороший перевод, это Одиноков и его попытка, шайбы до Корнаухова не доходит и еще одна попытка Котеловского. Вот это было по-другому. Одиноков вот тут наверх на защитника, есть бросок. Загродно. Есть передача под ворот, это опасно и подбор за Неманом на Пятагееве. Мешан бросок. Не самое опасное получается. Вот это хоро. Вбрасывание за Неманом. Осипов тут же на Пятагееве отправляет, а Поддубный отправляет в ворота. 2-0. Герман Поддубный реализует это большинство за 42 секунды до выхода Калугина. Удваивает. Вот смотрим повтор этого эпизода. Цибин переводит на Осипова, тот в касание бросает. Вашкевич перед собой отбивает. И там уже Поддубному никто не мешает на Пятаге. И Герман шайбы в ворота отправляет. 2-0. Удваивает. Преимущество Гродненская команда. И для Химика задача становится еще чуть сложнее. Нужно уже минус 2. Отыгрывать в Гродно против Немана. Передача проходит. Но уже 10-й номер Химика проскочил. Пятаге действительно было тяжело. Цибин уже летит вперед с партнерами. Хороший перевод. И хорошая комбинация смотрела сейчас у Немана. Но вот завершающая стадия от Феклистова. Самое лучшее оказалось. Ох, какой гол Максима Цибина. С отрицательного угла попадает он. Шикарное взятие ворота. И все те, кто на арене. Да и те, кто болеют за Неман сейчас. За экранной своих смартфонов. Да и гаджет. Вот Цибин укатил. Бросил. Да и от шлема Вашкевича шайба в ворот отправляется. Шикарный гол. Такое, конечно же, не часто увидишь в хоккее. Но вот сегодня, вроде бы уверенно. Хотя и соперники рядом были. Но здорово Клюшко сыграл. Передачу на партнера отдает. И вот начал. Хорош. Решил шайбу сохранить. Я так понимаю, в итоге через борт на противоположный край. Шайбу перевел. А вот здесь момент. И Корнаухов успевает. Сейчас выкатил на пятак. Я, честно говоря, подумал, что и сам бросит Герман. Но решил сыграть на партнера. Осипов. Еще одна диагональ. И на дальнюю. Какой розыгрыш большинства Немана. 4-0. И Герман поддумный дубль в матче оформляет. Шикарная камера. Две шайбы, одна передача. Вот Осипов на Цибина, я так понимаю. Ну и Цибин как нашел Поддумного на дальней штанге. Ну, конечно, празднование голов Германа Поддумного. Это отдельный вид искусства. Цибин. За ворота. В итоге на пятак эту передачу. Это Поддумный и Серафимович. В начале этого периода как раз таки с Котеловским. Вот и момент для Химика. Одиноков. Чернов. Одиноков. И Корнау. Недовольны темоментом. А вот как раз таки выход 2-0. И бросок Чернова, который он не реализовал. Да, ситуация все равно была бы сложна. Но немножко бы ее бы упростили. За хоккеистами в белых джерси. А вот это хорошая передача. И выход 2-1. Одного потенциальный. И гол. Залетает. Шабоворота 4-1. Классно разыграли. И разыграли как раз таки парни из четвертого звена. Вячеслав Аксенов. И его забор. До окончания третьего периода. Распечатали хоккеисты Новополоцка Михаила Корнаухова. Но кто же там еще отдал такую шикарную длинную передачу в ход чужую синюю линию на Хамецевича. Послушаем сейчас. Одиноков. Зря я что отдавал на дальнюю. А здесь подбор за Черновым. И 4-2. 4-2 за 9-28. Дуплетом забивает Химик. И это уже и... Смотрим повтор этого эпизода. Это концовка, да? Уже взятие ворота. Когда Чернов с шайбой встретился. И с неудобной. Под штангу, да? Практически без шансов для Корнаухова. Шайба отправляет в ворота. 4-2. Вот так вот. Ничего не предвещало беды для Немана. Увидит из-под клюшки. Шайбу у Котеловского. Тут же Неман отправляется в атаку. Есть! Субрасывал. Серафимовича. И в итоге уже Бастрыкин идет вперед. Оставляет Романовичу. Сам Романович бросает. И рикошет неприятный для Вашкевича. Опасный момент. Вот Романович бросил. Попала шайба в влаков. Сам пошел вперед. Одиноков. Здорово ушел от двух соперников. Бросает поворотом. Это было очень опасно. Который действительно очень тяжело. Сообразить. Соответственно, Химик этого сделать не сумел. 4-2. Все, слышим мы сирену. Неман в этом противостоянии. Спасибо.